Ребята, всем привет! Давненько не было нарезочки, скажем, каких-то нарушений, жизненных ситуаций, скажем, да, там проезд на красный и так далее. Ну, сейчас вам подборочку сделаю и покажу. Первую ситуацию вам покажу, но кто опытный водитель на эти моменты учитывает, нам нужно ехать прямо, вот машина поворачивает направо. Я уже вижу, что там идут люди, и машина мне сейчас просто оставит зад, потому что он же пешеходов давить не будет, ведь и угол оставляет. И это кто опытный, он сразу это учитывает, он едет, смотрит, так надо ехать прямо, впереди едет машина, понимаешь, что она поворачивает направо, и ты видишь там пешеходов, понимаешь, он по-любому не проедет далеко. Вот если вы едете, у вас есть возможность, пешеходный переход не прямо в повороте, а так подальше, вы стараетесь зад подальше убрать, чтобы вас задний, скажем, не долбанул, потому что за вами едет машина, она думает, что, ну вы вот поняли, едет машина, она думает, что вы уедете, и вы проедете, а он хоп и встал, и вам зад оставляет. Это такая распространенная авария. Смотрите, ребята, вот похожая ситуация, тоже едет маршрутка, впереди идет пешеход, я понимаю, что они сейчас остановятся, вот они встали. А нам нужно ехать прямо То есть если направо, понятно, вы с поворотником едете И направо вы за ними едете Но тут вы думаете, они зад вроде как должны убрать А они хуп и стали, вы поняли? Ну вот смотрите аккуратно, когда едете Кстати, ребята, я сейчас дописываю платный курс по урокам вождения Для тех, кто только идет в автошколу Только будет начинать ездить Потому что в автошколе обычно, ну скажем, сильно не заморачиваются С объяснениями, там сел за руль, да и поехал Я там все рассказываю по пунктам, по порядку Как бы как настроить зеркала, сидение, коробка Как тронуться с места на механической коробке передач В общем, будет 17 видео На канале их в бесплатном доступе, понятное дело, не будет Это будет отдельный, скажем, курс Плюс я туда сделаю еще подборку Для тех, кто уже начал водить, скажем Чтобы оно тоже вам в будущем, скажем, помогло Потому что на канале много информации в бесплатном доступе Скажем, ну там ее нужно искать Это я вам сделаю хорошую подборочку, скажем, такими полезными видео Чтобы вы сразу там ничего не искали И вы сразу все могли найти В общем, информацию для записи на курс оставлю, понятно, в описании к видео Кому будет интересно, зайдете, глянете Через телеграм-канал он будет стартовать Где-то примерно через две недели Ну, в общем, ссылочка в описании, посмотрите Смотрите, ребята, вот сейчас будет тоже интересный момент Вот справа едет жужик И впереди я вижу островок безопасности для пешеходов То есть пешеходный переход И в этом месте я вижу, что полоса очень сильно сужается Смотрите, мы едем специально притормаживаем Чтобы не зажать этого жужика, вы поняли, в крайнем ряду Потому что, по сути дела, вот я вам еще раз покажу Наша полоса правая, она просто уходит вправо И там с жужиком вы уже не расходитесь И там может ехать также велосипедист Кто-то может ехать на электротранспорте На моноколесе, либо на самокате Поэтому надо, когда вы сдвигаетесь, вы в зеркало гляньте Потому что вроде по полосе идешь И твоя полоса начинает пересекаться С дорожкой, скажем, для велосипедистов, понимаете? Я ехал, это сразу учел, понял, что в этом месте мы просто не разойдемся И ехали уже за ним и смотрели, как бы, ну, чтобы он проехал Потом мы проехали Потому что, ну, там вдвоем просто не разойтись Смотрите, ребята, сейчас такая жизненная ситуация Видите, мы вроде как во втором ряду Но ряд дальше идет вправый Он как бы со сдвигом идет, в правый ряд уходит И машина, видите, впереди перестраивается Она уже увидела, что впереди припаркованный по ряду машина и троллейбус Она их объезжает И мы думаем, тоже объедем Хотя нам надо дальше направо за троллейбусом Направо нам нужно Мы думаем, объедем троллейбус и пойдем направо А троллейбус, смотрите, включает поворотник и поехал И он нас просто оставляет во втором ряду Мы давай перестраиваться обратно Это мы с учеником едем А там справа-то, ну, по камере не видно сейчас, по регистратору Там едут машины справа, вы поняли? И они нас, ну, слава богу, там мигнули фарами Пустили обратно А могла быть ситуация, вот вы новичок едете Вы думаете, объедут троллейбус припаркованный Уходите в соседний ряд, а вам надо за ним направо И тут троллейбус начинает ехать Оставлять нас просто во втором ряду Автобус какой-то, бус выгружается И автобус стоит И нам надо за автобусом тоже направо Ну, мы в этом ряду едем, думаем, сейчас автобус объедем И пойдем направо И тут он даже без поворотника Ну, судя по этому, я поворотник не вижу здесь Он просто начинает ехать Но это, слава богу, мы увидели, что он начал движение И мы, хоп, перестроились в правый ряд Ну, и потом уже за ним, скажем, начали двигаться дальше И ушли потом направо Но вот тоже, вот он мог вполне оставить нас во втором ряду Если бы мы с троллейбусом, или с автобусом этим сравнялись уже, вы поняли? И он бы поехал, все Вот вы просто остаетесь во втором ряду Назад уже, а назад как? Надо тормозить, уходить как-то назад Сзади уже за вами машины Ну, в общем, ситуация такая для новичка В общем, немножко не очень получится Поэтому, когда вы едете, вы такие моменты учитываете Что вы понимаете, что вам надо за троллейбусом, автобусом Какой-то маршруткой, да, направо Вы за ним поглядываете Если он поворотник включил, то, возможно, стоит за ним пристроиться Чтобы, ну, в такую ситуацию не попасть Просто бывает, когда они стоят без поворотника, без ничего Раз и поехал Тут уже, конечно, ну, похуже будет, да, проблемка Потому что ты не угадаешь То ли он просто стоит, припарковался там То ли он сейчас поедет, как бы, да Вот иногда бывает, не угадаешь Сейчас покажу, вот едет велосипедист И, кстати, сейчас уже летом наступает, да, потепление Сейчас будет на дорогах много велосипедистов На самокатах, на электросамокатах Ну, в общем, вы поняли Мотоциклы, жужики всякие, да, повыезжают Нужно будет смотреть, скажем, в два раза больше Потому что, когда едешь зимой Ну, их мало, скажем, да Сейчас вот будет потеплеть, будет больше Причем сейчас принялись закон вот недавно Что самокаты признали транспортным засобом То есть транспортным средством О чем это говорит? Что это типа как уже велосипедист То есть вы поняли? То есть, к примеру, если вы едете по, скажем, на самокате, да, на электро По пешеходному переходу вы переезжаете И вас там собьет машина То вы на машину, ну, вы поняли Вы на транспортном средстве ехали по пешеходному переходу И если вас там сбивает машина, то вы уже виноваты То есть вы уже не пешеход То есть раньше не могли понять, к чему его приблизать То есть ехал самокатчик по пешеходному переходу Его там сбили Говорят, ты пешехода сбил То есть не могли понять, как юридически Это как бы он вроде ехал, вроде бы и не ехал Вы поняли? Вроде он как пешеход То есть не поняли, куда это отнести А теперь четко как бы все Это он ехал по пешеходному переходу Его сбила машина Он там не должен был ехать Ну, в общем, юридические моменты уже Так вот, смотрите, скажем, вот велосипедист Сейчас мы его проехали Впереди красный сигнал светофора Мы, понятное дело, останавливаемся на красной, стоим, и если вы хотите, чтобы, кто велосипедист, да, вы хотите, чтобы с вами считались люди, которые ездят на машине, ну, участники движения, да, как бы, как равному участнику дорожного движения, скажем, да, то вы на красной же не едете. Вот смотрите, мы пока сейчас стоим, горит красный сигнал светофора, и сейчас проедет, вот, поехал велосипедист. Пока он едет на велосипеде, он хочет, чтобы с ним считались, ну, я же по дороге тоже еду, я же участник движения, я же, как бы, ну, еду на велосипеде, я имею право, да, но когда красный, ты же останавливаешься, как все, а не, блин, то есть, когда он проезжает на красный, он типа, а-ля пешеход в этот момент, наверное. Кстати, ребята, хотел напомнить вам о своем партнере, хоть на финансы, онлайн страхование, там, где вы оформляете ОСАГО на свой автомобиль, автосервилка, она же автогражданка, рекомендую оформлять именно там. Почему? Потому что там собраны самые топовые страховые компании, скажем, ведущие, и если там нет какой-то страховой компании, ну, вопрос, может, она не такая уже и топовая, может, не стоит к ней, скажем, и обращаться. Поэтому, скажем, там такие проверенные, надежные компании, вы можете зайти с мобильного, посмотреть, во-первых, цены всех этих страховых компаний, выбрать для себя оптимальное, скажем, предложение и оформить. С мобильного телефона вы оформляете за 5 минут, карточка подвязана к телефону, интернет у вас есть, на почту приходит письмо. Причем, когда вы вносите данные при оформлении, они сохраняются в кабинете, скажем, вашем, ну, личном кабинете, и при втором, скажем, ну, когда будете второй раз оформлять страховку, вам не надо вносить опять эти все данные. Они уже будут там сохранены, вы просто проверяете правильность, скажем, написания и оформляете страховку, там, уже, не знаю, за 2 минуты. Она приходит вам на почту, можно не распечатать, просто с мобильного ее показывать. Плюс, по моему промокоду INS10 на любой полис дополнительно будет скидка 10%. В общем, ссылочки на хоть на INS10, как обычно, оставлю в описании к видео, я продолжаю дальше. Ну, вот, смотрите, такой момент чисто правила дорожного движения, когда вы ехали, впереди затор, и есть трамвайные рельсы, скажем, трамвайные пути. То есть, видите, я встал до трамвайных путей, чтобы трамвай мог проехать. Загорелся зеленый, место освободилось, я поехал дальше. То есть, я не встаю на трамвайных путях, то есть, я останавливаюсь до. То же самое с пешеходным переходом. Вы едете, видите, впереди затор, пешеходный переход есть, вы встали до пешеходного перехода, чтобы на нем не останавливаться. Но это про пешеходный переход, думаю, люди в курсе, но про трамвайные что-то забывают, на них повываливаются и стоят на трамвайных. Вот, смотрите, тоже интересное место, по знакам немножко нестыковка. Выезжаем в заправке, стоит вот уступи дорогу, машины хотят налево, померут, ну, вроде все хорошо. Стоит знак предписывающий, движение налево, либо направо. Вы поняли, да, ну, машины стоят, ну, все хорошо, вроде ничего. А теперь, смотрите, мы выезжаем здесь же, это же один и тот же перекресток, это одностороннее движение. Мы выезжаем сюда, как бы заехать не могут. Стоит знак движения только направо. Вы поняли? То есть, должен стоять там знак либо один, движение направо-налево разрешено, либо вообще ничего. Тогда просто по умолчанию будет понятно, что можно и налево, и направо с крайних рядов. Вы поняли, да? Ну, как бы на одном и том же месте стоит знак и налево, и направо, а с другой стороны стоит только направо. Как это понимать? То есть, так, в принципе, не бывает. Один знак перечит другому. Ну, вот это место я вам когда-то показывал, шорстик небольшой делал, короткое видео в ТикТок заливал. А с левой стороны, вот смотрите, сейчас будет припаркованная машина. Вы видите, тут двойная сплошная, и она стоит аж как-то вот на встречке. Вы поняли, как она там оказалась? Непонятно. То есть, то ли, может, она, не знаю, сломалась, ее там выкатили, как-то припарковали. Но опять же таки, чего в ту сторону? То есть, ну, я думаю, конечно, что ехал человек, когда там было все забито, он просто через двойную сплошную переехал, на той стороне запарковался, так там и стоит. Ну, вот была полиция, по сути дела, был водитель, задали вопрос, дружище, как ты там вообще оказался в другую сторону стоишь? Ну, вот еще раз вам показываю. Вот эта первая машина черная, понятно, нормально стоит. А вот этот, смотрите, вот как он там оказался? Непонятно. Смотрите, ребята, ну, такой жизненный момент вам сейчас покажу. Вот мы едем, и в крайне правый пытается выехать машина. Вот черная выехала нормально, а белый выезжает, смотрите, мы от него аж в сторону немножко подвинулись, потому что он выехал прямо на параллели с нами, вот мы едем, вы поняли, он пытается зайти в этот ряд, и мы его уже далеко уходим. То есть, если бы он поехал, он бы нас точно цепанул. То есть, вы как новичок, когда будете выезжать, вы тоже учитывайте этот момент, что вы, когда будете в поворот входить, вы видите, что есть машина, ну, чтобы у вас передок, если пойдет, чтобы либо до нее, вы поняли, вы проехали, либо после нее, чтобы у вас был зазор, поток машин идет, вы так подгадаетесь, что, по крайней мере, что если вы в правый ряд не впишетесь, чтобы вы машину во втором ряду же не зацепили, вы поняли, да, в какой момент? Потому что ты едешь, и машины, которые едут, вот мы во втором ряду едем, видим, как машина не вписывается, мы начинаем оттормаживаться, хотя у нас главное, мы едем по прямой, он нам должен уступить, но мы начинаем тормозить, потому что видим, что он просто не влазит, понимаете? Чтобы вы и людей не пугали, то есть на параллели вот так не выходите. Вот здесь тоже вообще какой-то интересный такой момент, я его не помню, показывал вам или нет, потому что, может быть, какие-то кадры я вам уже показывал. Вот смотрите, справа выезжает черный Nissan Juke, смотрите, вот мы подъезжаем к светофору, останавливаемся, впереди вот этого синего никого нет, то есть там пусто. Смотрите, проезжает сейчас машина, она могла вполне за нами встать, она объехала, объехала, объехала и стала во втором ряду на встречке. Ну как не во втором ряду, она просто стала на встречке, вы поняли, там две полосы идут сюда. Тут заходит белая, он понял, что что-то не то, но подвинулся, видите, чуть-чуть, то есть не сильно, хотя впереди никого нет, можно же уже, ну, встаньте перед этим синим, уже не мешай, вы поняли, да? И потом загорается зеленый, ну там уже потом машина поехала нормально. Я вам даже вот покажу, смотрите, чуть вперед мотну, смотрите, вот мы поехали, видите, впереди синего никого не было, то есть можно было вполне за него зайти. Но там либо новичок кто-то за рулем, либо, я не знаю, но что-то напутал, потому что маневры были довольно странные, вы поняли? Хотя за нами тоже никто не ехал, можно было за нами пристроиться, но человек через тречку обошел, может подумал, что односторонка, я не знаю даже, что он там подумал, но такие маневры интересные, конечно, происходят. Ну вот здесь так, чисто нарушение, бус просто через двойную сплошную проехал, это вообще будни, это можно таких кадров очень много повставлять, показывать. Вот тоже нарушение вам покажу, видите, вот разметка идет, 1.18, показывает крайний левый ряд, только налево, и знак есть, в принципе, вот здесь висит, но его плохо видно, но там крайний левый тоже только налево. И вот сейчас джип поедет, просто вот зеленый загорается, он налево не пойдет, он просто по прямой едет. Хотя была разметка, был знак, как бы все видно, но это такое умышленное нарушение, то есть человек знал, что так будет, он просто по этому ряду пошуровал прямо. Ну такое, знаете, была полиция, был бы штраф. Но здесь такой момент, человека оштрафовали, скажем, за неправильную парковку, но здесь так постоянно происходит, машинам парковаться некуда, видите, машина стоит просто посреди дороги, ее скорая объехала. И здесь, вот видите, она как будто одна стоит, а вообще здесь как происходит? Вот этот островок, ну там парковаться понятно, что нельзя, и его, учитывая, что стоять некуда, там вот прям все запарковывают, запарковывают, и такой стоит прямо уплотный кусок из припаркованных машин. И когда все поразъезжались, одна, получается, стоит как посреди дороги, вы поняли, да? И смотрите дальше, это мы ехали в одну сторону, вот она стояла, я еще выезжаю, думаю, что он посреди дороги стоит? И мы потом развернулись, ехали в обратную сторону, и там, смотрите, когда мы ехали в обратку, уже едем, хопа, уже полиция приехала, вы поняли, и она уже выписывает им штраф. Вот здесь, смотрите, едет грузовик, и сейчас побежит мужик. Сейчас где-то он там должен бежать, вон он, видите, побежал. То есть если бы мы ехали, к примеру, из-за грузовика, не видели, что впереди, попытались его обогнать, то как раз если бы в разгоне кто-то шел, опережаешь грузовик, да, по левому ряду, и тут выбегает человек, тоже можно не заметить. Вот здесь, смотрите, сейчас будет выезжать, ну, 100% новичок, не знаю, тоже показывал эти кадры или нет. Смотрите, вот машина выходит, она выходит, в правый ряд ему нужно попасть, и он, видите, не вписывается, он чуть ли уж двойную сплошту не цепляет, видите, как далеко машина ушла, хотя можно было спокойно здесь повернуть в правый ряд, просто от бордюра немножко в сторону взять, в правый ряд зайти. Но это, я же говорю, опыта мало, люди там боятся бордюр зацепить и так далее, и вот выезжают аж, вы поняли, хотя правый ряд пустой, выйди в правый, но это такое, на опыте уже. И вот эти кадры, я тоже не помню, показывал или нет, смотрите, красный сигнал светофора, двойная сплошная, сейчас одновременно вдвоем они будут нарушать, вот машина едет налево, а этот Жигуль поворачивает, видите, и получается, что и Жигуль не имеет права во двор заезжать, и этот не имеет права налево, потому что двойная сплошная, это же не перекресток, это регулируемый пешеходный переход, а человек взял просто, ну, с одной стороны и в другую, просто повыезжали, нарушили. Ну, в общем, в принципе, вот и все, вот такая нарезочка получилась, если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем спасибо за внимание, до новых встреч, всем пока!